Швеция официально присоединилась к НАТО и стала 32-м членом Альянса. Соответствующий протокол опубликован на сайте Государственного департамента США. 7 марта он вступил в силу. Церемония поднятия флага Швеции над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе состоится в понедельник 11 марта. В ней примет участие шведский премьер-министр Ульф Кристерсон. Отметим, Швеция и Финляндия вместе подали заявки на присоединение к НАТО с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, отказавшись от политики военного нейтралитета. Финляндия стала членом Альянса в апреле прошлого года, однако Турция и Венгрия отказывались принимать Швецию в Альянс. В то же время поддержка Украины со стороны Франции крепчает. Как сообщает издание «Аля Депеш», президент Франции Мануэль Макрон заявил, что в этом вопросе нет никаких пределов и никаких красных линий. Кроме того, в МИД Франции опровергли неготовность страны к отправке своих войск в Украину. Сообщается, что чешка из СМИ новинки, которая цитировала Эммануэля Макрона, допустила ошибку в публикации интервью. После этого издание удалило соответствующее заявление с публикации. Макрон не опровергал собственные слова о западных войсках в Украине и считает их тщательно продуманными. Кроме того, 8 марта в Конгрессе США могут начать сбор подписей за то, чтобы поставить на голосование в Палате представителей законопроекта помощи Украине в обход спикера. Это произойдет, если Майк Джонсон не внесет документ на рассмотрение. Как сообщает «Голос Америки», об этом заявил конгрессмен-республиканец Брайан Фитспатрик. По словам политика, это попытка применить давление, чтобы заставить вынести законопроект в зал для голосования. Фитспатрик рассказал, что работает с офисом Джонсона, чтобы донести пакет до Палаты представителей. Однако, если спикер откажется выполнять требования, сторонники документа начнут сбор подписей за петицию о голосовании в обход. При этом Фитспатрик очень уверен, что петиция соберет 218 подписей, необходимых для ее принятия.